Музыка Привет народ Привет Сегодня мы с вами будем готовить узбекский плов Так как его делают в Узбекистане Так как его делают дома Рашид в Бухаре Рашид нам покажет все, расскажет Плов он делает Мишка главный плавает Он сейчас в гараже, занимается делами какими-то Готовит головастика к сезону А мы будем готовить еду Да, завтра еще приезжают стальные бивни Вы же помните все эти крутые Ножи якутские Вот ребята завтра приедут И покажут нам новинки Которые они сделали к сезону Ну а мы соответственно покажем их вам Давайте начнем потихонечку В приготовлении плова нам поможет Ракетная печь Кормилиц большой И насадка корона Вот такой у него духовой шкаф Есть Сюда влазят две больших картошки В которые разрезаешь Кладешь туда сало или бекончик какой-нибудь Засовываешь туда обратно И на часик оставляешь Пока готовишь какое-нибудь любое другое блюдо Получается просто конфетка 12 литровый казан для этой печи большеват Поэтому нам пришлось его подпереть с этой стороны И вообще для этой насадки большеват Я думаю что оптимально Это 6-8 литров казан Тем более этот казан Ну как бы для очень большой компании У нас получается 24 порции плова Вот мы консервируем Когда наши консервы с пловом У нас получается 24 банки Целая закладка в автоклав И в общем то Это наверное чересчур для похода Поменьше казан надо У нас просто такого хорошего Тяжелого казана чугунного Нету меньше И вот мы готовим в 12 литровом Так что если что не обессудьте Что ж будем пробовать Берем вот такие вот дровишечки Сейчас я разожгу печь И наверное начнем готовить Вот такие у нас ингредиенты Рашид рассказывай что у нас тут есть Вот народ ингредиенты По этапам стоит Масло тут кунжутное Курдюк Мы обычно делаем баранина Лук Морковкой поломками Еще кишмеш Для плова И сол Перец душистый И зира И приправа для плова Это все по этапам стоит Сейчас будете посмотреть Как мы будем готовить Думаю получается очень вкусно Я тоже думаю Даже не сомневаюсь Я это пробовал У нас будет чесночок Да Рашид А как у вас дома называют курдюк Это думба Думба Правильно думба называется А кишмиш Добавляется ведь в праздничный плов Да Праздничный плов Это вообще По вкусу Сладковато будет Мне еще нравится Когда Рашид добавляет в плов Этот Как его Курага Курагу Да Тоже очень такой интересный вкус Когда курага тебе попадается Она раз сладким Становится все Потом ты опять кушаешь Как обычный плов Это кунжутное масло Это лучшее масло Да Что для плова используется Мы делаем Да Мы делаем плов На Рысе Девзира И Хороший Самый хороший Рыс Килограмм Стоит 350 рублей Ну что ж Давайте начнем А начнем мы С розжига Нашей печи Так Ну что ж Начинаем мы с розжига И чтобы легче было Разжигать Сделаем Вот такие вот Запальнички Дровишки Якутским ножом Делается очень это легко Вот такие вот Стружечки Наделаем Несколько штук Чтобы они Быстро Схватывались Разжигались Будьте очень аккуратны С такими ножами Пальцы отлетают На раз Ребята Остальных бьюни Рассказывали У них один клиент Сделал себе ножны Такой знаете Как в кино Там За спину Сзади И говорит Пару раз нож Вытащил На третий раз Выдернул нож И кусок сала Еще захватил Своего же Вот такая вот Получилась штука Теперь мы Берем наши Стружки Просто зажигаем Ну что ж Ребята В принципе Мы печку разожгли Сейчас надо подождать Пока она выйдет На свой режим горения Когда чуть-чуть появится угли И можно будет Начинать Готовить Так В первую очередь Мы заливаем масло Да Сколько ты Рашид Сюда налил Тут мы сегодня Килограмм риса делаем Килограмм риса Тут у нас Кунжутное масло Добавляется хлопковым На Один килограмм риса Мы 300 грамм Где-то Масло Чуть больше Масло Добавляем Да 100 грамм Кунжутный И 200 грамм Хлопковый Хлопковый А смотри Какая пропорция Вот мяса И риса Один к одному Получается Да На килограмм мяса Килограмм риса Мы Килограмм Чтобы вкуснее получилось Да Мы Килограмм риса Килограмм мяса Возьмем Мясо какое мы делаем Бараня Баранина А какая часть барана Баранина Задный час берем Обычно Задняя часть барана И масло Сейчас вот Налили масло И даем ему прогреться Он должен Раскалиться Ну В хорошем температуре Кипеть должен Да Горение у нас происходит Все хорошо Можно Подбрасывать Иногда Это печь Чем хороша Дает достаточно Много жара При малом расходе Дров И очень быстро Разжигается Она Выходит на режим В походе Где-то еще Вам не надо будет Тратить столько Времени Вот Производителю Хотел бы сделать Замечание Я думаю Они доработают Они это очень быстро Оперативно делают Вот здесь вот видите Петельки приварены Наверное дверные И вот этот штифт Он не приварен Ни сюда Ни сюда Один раз Я снимал дверку Потерял Эту шрезочку Теперь у меня Дверка болтается Ну вот А так Если вот они делают Вставили штифт Капельку сварки Капельку сварки Все И у вас всегда Этот штифт Остается на дверке Никуда не девается Не теряется Как бы Вот такой совет Производителю Пока больше У нас нареканий Нет таких Серьезных Ну вот Рожит Мне принес Палочку Которую ему надо Сейчас мы Ее точим Я не мишка Я не мишка Конечно Так Не умею С деревяшками Воевать Как он это делает Но тем не менее Даже в моих руках Якутский клинок Это опасная Для дерева Вещь От этой палочки Вообще Зависит Ребят Все Насколько Удачно Получится Плов Наш Поэтому Надо Очень серьезно Подойти К ее Изготовлению Вот Рошит Тебе такая Палка Классная Палка Получилась Ну что ж У нас Масло Вон Дымит То есть Вот так Вот оно Да Должен Раскалиться Хорошо Хорошо Раскалиться Должно Масло Да Черный Каши Отсюда Рашид Что мы Делаем Дальше Мы уже Начнем С курдюка Сейчас Курдюк Пожарим До золотистого Света И Курдюк Там дает Свой вкус Масле Ну Жир Отдает Да Жир Отдает Чуть Чуть Ой Ребята Как вкусно Пахнет Знаете Какая засада Я же Вообще Этого Теперь Ничего Не ем 5 килограмм Минус Чувствую Себя Легко И Свободно Блин А как Она тут Пахнет Знаете Каких Мучений Стоит Вот Это Снимать Пахнет 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 Жарили До Золотистого Цвета Красота Какой запах Камера не передает запахи Добавляем Добавляем Сейчас пока нам нужен чуть чуть больше огонь Вот у нас курдюк уже жарился до золотистого Мы теперь уберем его Чтобы до конца Все не жарился Не усох Да Вот такой запах Вот теперь мы Тоже так же делаем Лук обжариваем Лук обжариваем Ну Там все своим рецептам делает Кто-то сначала Мясо жарит И Потом все это Мясо уберет У нас так удобно Вот Вот это лук И цвет дает Как раз меньше И вкус Другой Будет Это вторая порция Лука А почему по-разному так положил Это чтобы там До конца не сжарился Один будет сильнее Один будет сильнее Там цвет дает Один уже Уберем сейчас Когда мясо Мясо кладываем Мясо перемешаем Он будет Больше сок давать Который второй раз Брасывали Вот ребята Мишанька пришел На запах Да Унюхал Пришел Я чую Что тут происходит Что-то вкусненькое происходит Вот у нас тут Дровозаготовка Кот следит за дровами Я думаю Нет такого события Оставаться Ну никак нельзя Не-не-не Иди-иди-иди Надо получиться Принести свою лепну какую-то Ничего Ничего нам приносить не надо Получить свою долю Ну ладно Удалю Далюшечку Далемульку Горькую только Не-не-не-не Смотри Тут у вас изюм Все положено Вот изюмку съешь И иди Иди Нечего тебе Это дошиваться Я потом в плове съем О А то мы масло Слил масло До конца Скорбюка Да Теперь вот все Убираем лук Убираем лук А я тебе Ты за дровами следишь А не за мясом Кот профессию поменял Учетчик баранины стал Вместо учетчик дров березовых Гораздо прикольнее профессия Говорит На дровах-то долго не проживешь Все надо убрать Как можно лучше Да Чтобы не горело в масле И неприятный запах Тщательно надо убирать Ну как, Рашид Огня нам хватает? Огня нам хватает Да Нам хватает огня Отлично Все кипит Все морчит Так Березовых дровишек Ребят, ну вот С двух поленец Из трех поленев нормальных Можно сготовить плов практически На этой печке Так, следующий этап у нас Добавляем мясо Добавляем мясо Так Бюро добрых дел Рашид все решит Мы обычно вот такими Маленькими кусками Добавляем Сегодня у нас новый мангал Поэтому Один большой кусок тоже взяли Подстраховались Чтобы если мясо Сильно зажарился Этот кусок не жарится Этот не сильно Не испортится точно Да Да Просто Рашид не знает Как это печь Жарит И вот он Это самое Сейчас отдельно мы Да Чуть-чуть жарится Потом это Мелкие куски Обычно кладутся Когда ты знаешь Что за печь Как она готовит Обычно кладутся Маленькие куски И ты не боишься Спережарить Вот у нас Басок Мясо Чуть-чуть дожарится Теперь добавим Мелкие куски Теперь чуть-чуть подождем А сколько ждать? Ну минут 30 Или 3-4 минуты жарится Да Мелкие куски Так вот наше мясо Мясо у нас До полуготовности Уже готово Мы можем дальше уже Морковь добавляем И как и мясо Морковь тоже Килограмм жид Ну кило двести Где-то чуть-чуть больше Взяли Морковь тоже Дает сладость Кто-то будет Все перемешивать А мы не будем Перемешивать его А у всех Свою рецепт То есть вы морковь Не перемешиваете Вот так вот Останавливаете И сейчас Уже начнем Курдюк Который Обжаривали Обжаривали Лук обжаренный Лук обжаренный Все раскладываем Все раскладываем Раскладываем На морковку Вот это лук Все исчезает Пока будет готово Плов Растворится Да Растворится Все Развалится Ну да В плове его не встречай Чеснок Прямо так Прямо в центре ставим Чтобы потом Не мешал Перемешивать И наткнем Приправа Для плова Это обычный Ребята Приправа Для плова Это обычный Да Мы половину Морковку Оставили Чтобы сверху Все вкладывать Вот это все Не перемешался Вот это у нас Черный перец Паприка Чуть-чуть Все Готовы Приправа Зира Зира Чуть-чуть Перетереть Чтобы запах Больше дал Кишмиш Кишмиш Дает тоже Сладость Вкусный плов Получается Кишмиш Такой плов Ребята делают На праздник С кишмиш Ай Когда Рашид Приезжает домой В Узбекистан У них там Каждый день Праздник Два месяца Рашид Килограмм на шесть Приезжает Поправившийся Да-да Пока всех Родственников Пройдет Потом у них Все свадьбы Играются В это время Каждый день Приезжают В отпуск Каждый день Свадьбы А там Всего-то Для начала 12 блюд И потом Еще 12 Так что Он устает Приезжает У него Живот Вот такой Остатка Морков Тоже клали Ага Сверху Теперь Посолим Соли Ложка Да Соли Две ложки Две ложки Добавляем А так Если Без кишмиша Можно добавлять Один ложку А кишмиш Больше сала Достает Поэтому Две ложки Нам не мешает Закроем На медленном огне Еще Несколько? Минут пять Подержим Посмотрим Так Можешь Дравичек Добавить Да Можно Дравичек Добавить А это Что за Тарелка Там Нет Это Тарелка Который Курдюк Там Остатка А Жир Остался Да Я думал Я что-то Пропустил Да Сейчас Зиму Он Все Все Я понял А то я пока С Мишаней Там Решал Вопрос По Мы ставим Систему Кулометры Так называемое Это Мы будем Видеть Сколько У нас Пришло Заряда Ампер В аккумулятор И сколько Ушло Из аккумуляторов Из всех Это на катер Ставим Внедряем И так же Будем Внедрять На вездеход Чтобы точно Знать Наше потребление Нашу зарядку В общем Полностью Понимать Состояние Наших Аккумуляторов И вот Это мы Где можно Такие приборы Заказать Очень недорого Так Водичку Добавляем Чтобы Больше Сока Было А сколько Водички Добавляем Ну Грамм Сто Двести Стаканка Да Стакан Стакан На килограмм Плова Стакан На килограмм Риса Не Пока Плов же Как считается От объема Риса Объема Риса На килограмм Вот мы сейчас Даем рецепт На килограмм Риса Правильно Да То есть Нормальным Мужикам Надо На килограмм Риса Килограмм Мяса Килограмм А если Два килограмма Мяса То и Риса Не надо Да Без риса Можно Да Килограмм Короче На килограмм Риса Килограмм Мяса Кило Двести Морковки Лука Сколько Лука Ну Средненький Две Головка Хватит Две Головки Лука Одна Головка Чеснока Да Триста Грамм Кунжутного масла, а нет, 100 грамм кунжутного, 200 грамм хлопкового. Ну, кто как делает, кто-то... Нет, пусть делают, как мы делаем. Да, да. Потому что самый вкусный плов только такой будет. И главное, ребята, не жалеть мяса. Вот слышите в рецепте соли две ложки, кидайте три, не промажете. Соли много не бывает. И еще, ребята, вот говорят, что на Востоке, мол, плов готовят только мужчины. Не так же, Рашид, женщины же тоже готовят? Женщины, да, дома женщины готовят. А особым гостям мужики сами готовят. А почему мужики готовят? Мужики, потому что там женщины что-то там жалеют, когда дома готовят, экономят. А мужчины, да, как вы говорили, все побольше, чтобы для гостей все было. Побольше мяса, прочее. И до утра все хватало. Мужики готовят потому, что пожрать любят А женщины где-то сэкономят, где-то еще что-то Где-то сэкономятся, а потом придется второе блюдо что-то готовить Еще что-то готовят А тут казан сделал такой нормальный И все, до утра хватило, пока разговариваешь Вот у нас все Ой, какой запах Рашид, а если не добавлять рис, что за блюдо получится? Это получится морковь с мясом Морковка с мясом, да, будет Вот у нас все уже готово Это уже называется по готовности, это зирвак Зирвак? Да То есть когда остается только рис добавить, да? Да Вот у нас рис коричневый, называется дзивзира Дзивзира? От него получается Мы уже вот А он как-то замачивается на ночь или что с ним делать? Нет, ничего не делается Просто промыть и все Да, просто промыл, чтобы пыль, камушки, все это само Да, камушек там не было Одинаково все кладывается Вот, выравниваем его Чтобы одинаковое состояло И Сейчас добавляем воду ему Вот мы добавляем Горячей водой Через половничек, чтобы не размывать, да? Да, да Прям кипятком Да, воду мы добавляем Чтобы, да Сверху риса там где-то сантиметр, чтобы было Угу Теперь уже Можно добавить чуть-чуть огня Чтобы он Быстрее кипел Быстро закипел, как можно быстрее Да Ну что ж, сейчас добавим Да, ребят, вот на таких всех щепочках И варится вот такой казан плова Так что Экономия дров На лицо С ракетной печью Это у нас Ракетная печь большой кормилицы Насадка, корона На него Все, теперь Вот начинается Булкать Пусть кипятит Мы закроем его на Сколько ему кипятить? На минут 7-8 Потом посмотрим Что там Идет какой процесс Смотря дальше продолжим Мы сейчас откроем Посмотрим Как у нас казан кипит Процесс идет нормально Вот одну сторону Чуть-чуть не кипит Мы Сейчас Место поменяем его Казан немножко Не это самое Я говорю Здоровый казан Нам пришлось убрать упоры Регулирующие положения Сейчас Чуть-чуть Рашито перемешает Перемешаем его Казан поменьше Вот жена пришла Мужу Любимому принесла Сок апельсиновый Этот самый Творожок С орешками Я же, ребята Говорю Не ем такого Вот это мой Ужин сегодня Кефирчик Творожок С орешками И сок апельсиновый Свежеотжатый Хорошо, что жена Не фреш Мне березовый Приносит Мишка может Фреш наделать Березовый С мякотью, да? Я же туда Все надо Так Ну вот Какая у нас красота Получается Опять закрываем, да? Закрываем Проверили Закрываем Его может Чуть-чуть просто Так Мы откроем Посмотрим Что там творится Вот какая красота Творится А Рашид Я что-то пропустил Ты здесь дырочки же делал, да? Да Сейчас вот уже Начинаем До этого было Максимальный огонь Сейчас уже Огня На минимум Ставим Уменьшаем Огонь уменьшается У этой печи Очень просто Берете вот такую Щепочку Сюда В поддувало Засовываете Хоть все Можно перекрыть То есть вот Убираете И все Вот так вот Огонь становится Меньше Рыса перевернем Чтобы Одинаково Все Готовился Сверху Вниз Ага Тут еще Чуть-чуть Меньше Копить Аккуратно Перевернем Чтобы Чеснока Морковку Не трогать Не беспокоит Мистера Чеснока Не беспокоишь Да Вот теперь Все Разгладим Выравниваем И который Гера Нам приготовил Волшебный Палочком Будем Дерочку Делаем Якутским Ножом Да Палку Наточил Вот Дерочку Делаем Чтобы Пару Наверх Пошло Собственно Ребята Из-за Этой Палки Плохто И получается Вкусно Да Как у Солдата Только Якутским Ножом От стальных Бивней Можно сделать Такую Палочку Именно Так Ровно Чтобы Именно Такой Аромат От плова Был Плов Кушать Закроем На 10 Минут Завтра Остальные Бивни Приедут Будут Плов Кушать И Сразу Скажут Чувствуем Нашей Палочкой Нашим Ножом Палочку Завтра Через 10 Через 10 Минут Вернемся Откроем Посмотрим Что Волшебному Скажем Уже Запах Другой Еще раз Перевернем Сколько Так раз Переворачивается Три раза И все Три раза Надо переворачивать Да Вот Сейчас Поменяем Опять Место Чтоб Чеснока Не беспокоить Все еще закроем на 10 минут откроем посмотрим вот у нас получается все теперь последний раз его перевернем и через 10 минут будет плов готово полчаса каждые 10 минут вот так вот переворачиваю первооседным палочкам опять дырочку делаем ребят пар подымался только через дырочки они где-то то он пробьет себе где-то одну дырку и будет через нее идти а тут вот через все дырочки и все еще 10 минут подождем как я тут подкрался рашид открыл крышку ешь наверное уже да попробуй уже ну-ка пробуй вкусно чуть-чуть есть как дома да он сейчас 5 минут будем его один раз все перевернуть и потом он должен постоять отдохнуть здесь 15 минут здесь 15 минут а потом резать мясо до который мы кладывали большой кусок да тоже надо резать потом он перемешивается просто я и все ну вот собственно ребят у нас плов уже готов осталось ему вот сейчас еще раз его перевернут через пять минут потом ему надо дать минут 15 уже без огня он до стоит просто отдыхает затем перемешать и все можно кушать ну большой кусок мяса порезать вот тут можно кушать в общем вот так вот рашид рассказал вам секретный рецепт плова которые делают в бухаре конкретно вот у рашида дома рашида наверно родственники дома посмотрят да может рассказываю передавай приветы тогда да всем привет кто не знает а кто не знает буду рада познакомиться он я приготовил плов своим рецептом ну на всех не хватит до всех не хватит конечно да пробуйте так же делать да всем хватит и нашим гостям завтрашнего тоже хватит думаю и понравится вы тоже можете подготовить такой плов приготовить вот так ребят ну что ж а нам помогла ракетная печь кормили с большой в нашем приготовлении и насадка корона два в общем всего хорошего ребят кушайте вместе с нами мы же полезны и пока пока учетчик мясо